Чем бы мы не занимались в течение дня, влюблялись, спали, бежали, работали, сердце все равно бьется. Его рабочая смена около 100 тысяч ударов в сутки. И вот этот маленький 300-граммовый мышечный насос перекачивает за 24 часа около 7,5 тысяч литров крови. Но чтобы вы могли представить, это примерно 35 чугунных ванн емкостью 200 литров. И вот эти ванны все полные. О том, почему сердцу бывает душно, в ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Дмитрий Дупляков, врач-кардиолог, заместитель главного врача по медицинской части Самарского кардиодиспансера, главный кардиолог Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук, профессор, здравствуйте. Здравствуйте. Мы встречаемся с доктором накануне Всемирного дня сердца. И вот аж всемирный он этот день, а вообще для чего его придумали этот день, о чем он говорит? Этот день придумали достаточно уже давно, и инициатором этого проекта или программы является Всемирная организация сердца. Существует и такая, там тоже Российская Федерация много-много лет активно работает. И это день, чтобы людям на планете Земля обратить внимание на то, что у них есть сердце и что его нужно любить. Да, тем более, что сердце напоминает о себе только, когда мы испытываем какие-то сильные эмоции, да, а так тихонечко себе бьется, мы не слышим. Итак, мы сегодня будем говорить о здоровье сердца. Мы сегодня говорим в прямом эфире, телефон 202-11-22, к нам в студию можно позвонить, ну, собственно, вы это хорошо знаете. У меня назрел такой вопрос, пока я готовилась к программе. Почему мы боимся рака и не боимся инфаркта? Хороший вопрос. Я думаю, что не боятся инфаркта только те люди, у которых в семье этого не происходило. Так же, как и не боятся инсульта те люди, у которых этого на глазах никогда не происходило. Тот человек, мы как раз об этом очень часто говорим, вот все наши сердечные заболевания на начальных стадиях, будь то даже повышение артериального давления или высокий холестерин, или какие-то даже незначительные нарушения сердечного ритма, они не болят, их люди зачастую не чувствуют. Холестерин он не болит. И когда врач говорит о том, что нужно чем-то заниматься, вам нужно обратить внимание на свое здоровье, все хорошо, у меня дедушка до 90 лет прожил, пил, курил и занимался спортом. Но у тебя совсем все по-другому, сейчас уже экология другая, генетика меняется у людей. И к нам люди с доверием начинают относиться после того, как они перенесут инфаркт. А вот после этого начинается паломничество, сделайте меня здоровым, я хочу быть здоровым. Все, поезд ушел. Но иногда, наверное, это паломничество все-таки временное, да? Потом все поуспокаивается. К счастью, большинство людей все-таки начинает хотя бы на этом этапе прислушиваться. Но они не понимают, что они потеряли 15 лет своей жизни. Перенесенный инфаркт – это минус 15 лет вашей жизни. Все. Вы 15 лет не будете общаться с близкими людьми, не знаете, как будет жизнь ваших детей, когда появятся ваши внуки и так далее. Вообще чудовищная цифра. Да, 15 лет. И очень говорящая. Сердечных проблем, конечно, множество. У сердца болезней много. И все они имеют разные симптомы. А все-таки как обратить внимание, как заподозрить, что болит именно сердце? Ну, есть банальные вещи. Мы все время, заметьте, да? Мы все время говорим о таких самых простых вещах, да? И я уверен, что если мы выйдем на улицу и спросим встречных людей, которые будут идти нам навстречу, они нам скажут, что холестерин должен быть нормальный, нужно питаться правильно, курить вредно, двигаться нужно, физическая активность нужна. Ну, у меня нет времени, я работаю и так далее и тому подобное. Мне сейчас не до этого. Вот я сейчас вот еще годика три поработаю там, а потом буду на себя обращать внимание. Вот эти три года части людей, они не доживают просто-напросто. Ну, так все-таки вот какие-то... Измерение давления. Во-первых, надо знать свою семью. Надо знать, что было у ваших родителей. Дядь, тетя. Какие были, в каком возрасте сердечные заболевания. Когда у мамы началась гипертония из папы. Когда, не дай бог, они переносили инфаркты, инсульты, в каком возрасте. Если это было до 50-55 лет, то вы в группе высочайшего риска, и у вас с 90-процентной вероятностью, если вы не обратитесь на себя, то же самое будет в этом же возрасте. А может быть и раньше. Потому что, скорее всего, вы человек современный, и, соответственно, более подвержен вот этим всем факторам риска. Вы меньше на себя обращаете внимание. Сейчас же у нас нет производственной гимнастики, как было там 30-40 лет назад. И так далее. То есть в школах, что, вспомните, как были у нас уроки физкультуры. Сейчас это немножко все по-другому. И дети по-другому. И хабитус, внешний вид детей совершенно другой. Поэтому у них все наступает раньше. Поэтому нужно знать свое давление, нужно знать свой холестерин. И уже от этого, по крайней мере, плясать. Если давление хорошее, ну, ради бога, вы можете не мерить его, там, в ближайшие полгода. Сутки. Сутки, да. А вот если у вас повышенный уровень холестерина, то это уже звоночек. Он никуда не денется. Он никуда не денется. Само не пройдет. Это точно само не пройдет. И есть у нас специалисты, есть люди, которые более глубоко, мы говорим сейчас поверхностный уровень такой, да. А есть люди, которые знают, где глубоко копать. Даже если у вас что-то все хорошо, мы знаем, куда залезть, где найти, где может быть плохо. И это плохо сработает тоже с высокой степенью вероятности. Дмитрий Викторович, а вот, например, постоянно болит мизинец, да? Или появилась какая-то внезапная дышка? Или, ну, как-то без причины отекают ноги? Ну, вроде бы ничего страшного пройдет. Без причины ноги не отекают. Даже если у нас, у людей, я имею в виду, к вечеру появляются отеки, то это может быть очень много различных заболеваний. Начиная от банальной венозной недостаточности, кончая сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и так далее. То есть здесь нужно разбираться. То есть если ваша жизнь в последние месяцы, я уже не говорю, года, да, она как-то изменилась, вы хуже переносите физическую нагрузку. Вы ощущаете какие-то неприятные ощущения в области сердца возникает, неритмичное какое-то сердцебиение, протеки, вы сказали, давление повышается, головная боль. А мизинец? Ну, мизинец – это вещь такая. Хотя, ну, смех смехом, но есть ряд пациентов, которые к нам приезжают с инфарктом миокарда, у них боль в кончиках пальцев. То есть в каждой шутке есть долю шутки. Или боль в нижней челюсти исключительно при инфаркте миокарда. Да, такие вещи есть, это описано. Главное не пропустить. Некоторые люди говорят, что они начинают периодически испытывать, прямо очень сильно ощущать страх смерти. Это что-то психологическое или это может тоже… Ну, бывают, конечно, и психологические вещи. Потому что, если брать сердечно-сосудистые заболевания, то страх смерти возникает обычно именно при каких-то действительно тяжелых состояниях. Просто так на ровном месте он не возникает. А если это немотивированный какой-то страх, ну, опять же, можно помочь человеку. Есть психотерапевты, есть психологи. Разобрать какие-то жизненные, семейные там ситуации. Они же тоже являются таким психосоциальным фактором, который тоже провоцирует и сердечные заболевания. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который мы сняли у вас в отделении, для того, чтобы мы могли продолжить разговор дальше. Женя в груди и высокое давление. Признаки недомогания почувствовал, находясь в дороге, рассказывает водитель-дальнобойщик Юрий Канаев. В это время мужчина был в командировке в Екатеринбурге. Там же обратился за медицинской помощью. После принятия необходимых лекарств, боль удалось купировать, но по возвращении домой в Кенель ситуация повторилась. Зашел домой, Женя в груди встал. Жена вызвала скорую помощь. А у меня до этого тоже было давление, начало подниматься. Скорый приехал, минут через 30 скорый приехал. У меня обмерили, и все, и увидели, что у меня инфаркт. Оперативно Юрия доставили в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Врач принял решение делать операцию. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. Вмешательство производили одним из современных методов. Он безболезненный, без применения общей анестезии. Все закончилось буквально за несколько минут, рассказывает Юрий. В прошлом году в Самарской области сердечно-сосудистые заболевания стали причиной смерти более 16 тысяч человек. Свыше половины от этого числа унесла ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда – одна из ее клинических форм. На нее пришлось 49% летальных исходов. По словам специалистов, даже при хорошем стечении обстоятельств, после перенесенного инфаркта пациенту предстоит долгий курс лечения и реабилитации, во время которых важно следить за параметрами работы сердца. В этом врачам областного кардиодиспансера помогает новая разработка. Методика неинвазивная, то есть безопасная для пациента. Она проста в использовании, и с помощью этой методики врач может в течение нескольких минут, 4-6, определить те параметры центральной гемодинамики, которые, так сказать, свидетельствуют о том, что не в порядке у этого пациента, в его состоянии. И с помощью определения этих параметров мы можем скоррегировать терапию, чтобы помочь пациенту быстрее вывести из его состояния, которое, так сказать, определило его декомпенсацию. Благодаря устройству врачи могут следить за такими параметрами, как сердечный индекс и ударный объем, периферическое сопротивление, а также общее содержание жидкости в организме пациента. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Дмитрий Дупляков, главный кардиолог Минздрава Самарской области. Мы говорим, конечно же, о здоровье сердца. И вот сейчас увидели это оборудование. Конечно же, диагностика – это прямо, наверное, основа основ. Насколько вот… Я так понимаю, что оно только поступило, и вы только еще и начинаете на нем работать. Да, это новый аппарат. Но на самом деле, все-таки, медицина – это не только наука, это в первую очередь искусство. И искусство врача заключается в правильном разговоре с пациентом и в правильном осмотре пациента. Руками, уши. И этого вполне достаточно. Для большинства пациентов можно поставить, по сути дела, правильный диагноз. А все остальные методы позволяют контролировать состояние пациента. В том числе и этот метод. Здесь можно похвалиться. Мы одни из первых в России вообще, кто стал это использовать. Он зарегистрирован только в начале этого года. И один из первых аппаратов был куплен именно сюда, в диспансер. И, соответственно, мы вообще первые, кто анонсируем это даже здесь, на телевидении. Ну, здорово. Поздравлять, наверное, даже нужно не вас, а как раз-таки пациентов. Да, конечно. Потому что, в первую очередь, для них это… Это больше для тяжелых пациентов, у которых есть проявление сердечной недостаточности. И это такое подспорье для врача. Это не значит, что нам завтра нужна толпа пациентов, которых мы сразу же вылечим. Нет. Это подспорье для врача. Это один из новых методов диагностики и контроля за состоянием пациентов. Если раньше нам приходилось делать какие-то инвазивные исследования, то есть в операционной специальной, то сейчас этот алгоритм уже разработан, который позволяет это делать у постели просто больного, в палате, в кабинете, в поликлинике. Я надеюсь, что эта методика сейчас мы отработаем, и она найдет такое более широкое применение в стране. Вот есть области медицины, где просто стремительно появляются новые технологии, новые оборудования. А в кардиологии вот насколько быстро обновляетесь вы? У нас вообще очень все быстро на самом деле движется. В кардиологии, в онкологии и в кардиологии очень все быстро сейчас движется. Каждый год появляются новые лекарственные препараты, новые разработки, в том числе уже есть кардиологические заболевания. Которые на этапе уже сейчас экспериментов лечатся редактированием генома. Поэтому это первые исследования, которые были доложены в этом году, в марте месяце, на одной из международных конференций. Первые 12 человек, которые были при одном из заболеваний сердца, пролечены с помощью этой методики, и 90% из них был хороший результат. Но это опять же экспериментальные исследования. А так мы получаем каждый год новые лекарственные препараты. И мы сами активно принимаем участие, и принимали, и принимаем участие до сих пор в проведении клинических исследований этих новых лекарственных препаратов. В том числе и отечественных лекарственных препаратов. Они показывают очень хорошие результаты. Новые методы диагностики, новые стенты, новые подходы к лечению тех или иных заболеваний. Поэтому кардиология очень динамичная. А вот нет здесь какого-то парадокса? Вы сказали, что онкология и кардиология быстрее всего развиваются. И при этом это именно два первых места посмертности от онкологии и кардиологии. А именно поэтому туда вкладывают большое количество денег. Потому что благодаря вот этим вложениям, вот этим всем разработкам, сейчас продолжительность жизни... Ведь большинство форм рака сейчас, если мы их вовремя выявляем, на ранних стадиях люди живут очень долго. Они получают адекватную терапию. Это совершенно другие. То есть вот для меня, например, та терапия, которая сейчас, и вот я 30 лет назад закончил институт медицинский. Вот что было тогда и что сейчас, это небо и земля. В кардиологии то же самое. Это небо и земля. Это совершенно другие подходы. То есть это даже вот на примере одного поколения, по сути дела. Я хочу напомнить зрителям, что если у вас есть проблемы с сердцем, а точнее, если у вас есть вопросы в связи с этим, вы можете позвонить к нам в студию по телефону 202-11-22. Дмитрий Викторович, я предлагаю вам вот сейчас вторую часть программы в таком, может быть, обывательском вот ключе поговорить о каких-то существующих мнениях, мифах в отношении здорового сердца. В отношении здорового или в отношении больного? В отношении того, что поможет сердцу оставаться здоровым, да, и наоборот, что ему как раз-таки угрожает. И, может быть, ответы на эти вопросы помогут нам еще лучше разбираться вот в этих вещах. Ну вот, например, люди с плохой гигиеной полости рта и болезнью десен имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это не миф, это правда, абсолютная правда. И это уже давным-давно доказано. Потому что любое сердечно-сосудистые заболевания – это воспаление. Воспаление в сосудах, воспаление клеток сердца. А если в организме где-то есть воспаление, неважно, это там подагра, ревматические заболевания, те же самые стоматологические, которые вы вспомнили, заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта. Наш организм – это единое. Это единая структура, которая не может быть полностью здоровой, если где-то что-то больное. И до тех пор, пока вот этот фактор воспаления не снимется, и стоматологические проблемы, потому что они будут решены, мы же не даром перед операцией на сердце любого пациента направляем к стоматологу. Зубы должны быть санированы. Потому что, не дай бог, после операции разобьется бактериальный эндокардит. То есть тот возбудитель, который является причиной ваших проблем стоматологических, он уйдет в кровь, и, соответственно, на новых клапанах и так далее он осядет и приведет к таким осложнениям, из которых мы потом не выкарабкаемся. Не только стоматология. БИЧ сегодняшний это микозы, то есть вот грибковые заболевания ногтей. Они тоже угрожают здоровью сердца? Огромное количество пациентов, которые у нас лежат в диспансере, имеют эти заболевания. И, к сожалению, на них никто, особенно это пожилые люди, это вот горе кардиологов на самом деле, не только кардиологов, все врачи с этим сталкиваются. У нас нет культуры обработки ногтей. То есть, да, хорошо, когда молоденькие девушки ходят с педикюром, с педикюром, с маникюром, это все хорошо, красиво выглядит. Но это должно быть вот на протяжении всей жизни. А сейчас пожилые люди, которые к нам поступают, увидеть красивые оформленные ногти, это крайне редко. И мы сейчас не об эстетике. Абсолютно не об эстетике. Это то же самое, это запуск определенных процессов в организме. Поэтому организм весь взаимосвязан. Но вот как минимум сейчас записываем себе две рекомендации следить за здоровьем полости рта и ногтей. Да. Хорошо. Могут ли гормональные изменения сказаться на состоянии сердца? Угроза ли это? Конечно, однозначно. Ну, опять же, все взаимосвязано. И гормоны щитовидной железы, гормоны надпочечников, гормоны гипофиза. Это же единая система, в том числе и с иммунной системой, и с сердечно-сосудистой системой, и с бронхолегочной. Все завязано в нашем организме. Это мы разделили так медицину в какой-то период времени. На отрасли, да. Это кардиологи, это гинекологи, это пульмонологи. То есть разделили. Но на самом деле, мы когда смотрим пациента, кто бы мы ни были по профессии, мы стараемся оценивать. Когда наш пациент поступает, мы думаем, а нет ли здесь вот эти симптомы, они похожи на заболевания щитовидной железы. Надо провести исследование. И процентов 10 пациентов мы их находим. Проблемы с, там, пульмонологически имеют процентов 20-25 наших пациентов. 35% сердечно-сосудистым заболеваниям имеют сахарный диабет. И если кардиолог не будет эту отраслью медицины знать, грош цена всему лечению, это будет бесполезно. И эндокринологи знают кардиологические проблемы, они тоже назначают кардиологические препараты своим пациентам, чтобы не было развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому формально мы разделены, но вместе мы сила. Насколько анемия опасна для здоровья сердца? Все очень просто. Эритроциты что переносят? Кислород, да? А этот кислород необходим для питания органов. И питание-то основное. Это сердце, мозг и сердце. Все. То есть, если у человека анемия, если серьезная анемия, то сердце даже в условиях хронического состояния недостает кислорода. И у нас есть даже так называемый инфаркт миокарда второго типа, когда это в частности бывает у пациентов с анемией. У пациентов нет вот этих больших атеросклеротических бляшек, которые перекрывают сосуд и все, и там тромб образуется. У них бляшки незначительные. Но они эти незначительные выраженные бляшки переносят очень плохо в результате того, что у них анемия. И это может привести к развитию инфаркта миокарда второго типа. Вот вы сейчас рассмеетесь, но когда врачи говорят, что ни в коем случае нельзя алкоголь, и что он вот крайне отрицательно... Вы видели такого врача? Разве так можно? А так можно было, да? И что он отрицательно влияет на здоровье, ну в данном случае мы сейчас говорим про сердце, то ведь очень многие уже просто привыкли к этому и пропускают это мимо ушей. А вот какой все-таки механизм воздействия алкоголя, что такого страшного он совершает, что нужно бояться за сердце? Давайте мы скажем, во-первых, что хорошего он совершает, потому что у него же есть и хорошее. Все в нашей жизни, все относительно. Лекарственные препараты это яд. Алкоголь это яд. Но мы же пьем лекарственные препараты, потому что есть вот такая вот дозировка препарата, мы это установили экспериментально, сначала на животных, потом на человеке, да, что вот такая дозировка, она безопасна, и не то, что она безопасна, она приводит к таким-то положительным сдвигам. И у алкоголя тоже есть. Если вы пьете в небольших дозах, но не ежедневных, конечно же, уже это все известно, сколько должно быть, какие должны быть дозировки. То это полезно. То это полезно. Это так же, как и лекарства. Это, опять же, в нашем мире, в котором мы живем, напряженном, эмоциональном мире, это как-то релаксирует людей, это расслабляет сосуды, и причем там содержатся специальные вещества, вот эти флавоноиды, которые положительно влияют на функцию эндотелия. Эндотелия – это основная выстилка сосудистой, которая отвечает именно за эластичность сосуда, когда он очень хорошо реагирует на изменения артериального давления, и с человеком ничего не происходит. А вот если человек уже злоупотребляет... Ну, все, вы уже кумер, части зрительской аудитории мужской, наверное. Маша, идем к экрану, да? Да, да, да. Итак, все-таки... Ну, к сожалению, таких людей, которые могут вот на этом остановиться, понимают этот объем, да, а этот объем небольшой, это максимум 100 миллилитров красного вина. Все. Некрепкого алкоголя. Некрепкого алкоголя. Про крепкий алкоголь вообще никто не говорит, и дозировки там соответствующие должны быть. А все, что выше, это уже токсическое влияние. И оно токсическое даже не столько на сердце. Для того, чтобы было токсическое влияние на сердце, нужно выпить еще больше. В первую очередь, это печень, конечно же. Она первая страдает. Не могу все равно, хотя каждый раз, наверное, об этом вас спрашиваю, тем не менее, вот одним из главных, наверное, может быть, провокаторов большинства заболеваний является стрессовое состояние организма, и уж тем более депрессивное состояние. Но при этом все понимают, что невозможно сегодня этого избежать. Вот жизнь наша такова, что невозможно. Я не видела таких людей. Ну, расскажите тогда, как? Депрессия – это грех. Так. Грешить не надо. Но даже верующие православные люди, зная, что это грех, ну, справиться-то невозможно, когда вот действительно… Хорошо. Если возникла какая-то ситуация, я себе всегда задаю вопрос. Я могу ее изменить? Нет. Если я не могу ее изменить, я должен изменить свое отношение к ней. Все. Если от меня чего-то требуют, чтобы я это выполнял, а я понимаю, что ничего хорошего от этого не будет, это просто потеря моего времени, ну, значит, нужно скомпенсировать и сузить этот временный интервал, который я потеряю. Но меня все равно заставят в конечном итоге это сделать. Я не смогу. А бороться с витриненными мельницами, ну, нет, это можно и нужно, если это принципиальные вопросы. А если это такой проходной вопрос, ну, либо сделайте и забудьте, и все. Измените свое отношение. Ну, не знаю, вот войны, пандемия, умирает близкий человек. Вот как к этому изменить свое отношение? Ну, это уже, мы же говорим в целом о жизни, а не о каких-то конкретных, таких серьезных моментах. Я нашла вот такое исследование врачей университета Мэрилэнда. Они провели серию экспериментов, показывая добровольцам два фильма, веселый и печальный. Вы наверняка знаете об этих исследованиях. И тестировали работу сердец и сосудов как раз-таки этих людей. И вот после просмотра трагического фильма у 14 из 20 добровольцев топ крови в сосудах уменьшился в среднем на 35 процентов, а после смешного напротив увеличился на 22 процентов, причем у 19 из 20 испытуемых. Я вот хотела, чтобы вы нам как-то это объяснили с точки зрения доказательной медицины. Это так просто, то есть, в общем, сохранить здоровое сердце. Абсолютно. Улыбайтесь чаще. Помните же «Обыкновенное чудо» или другой фильм. «Можно от смеха умереть», когда герой говорит. Действительно, это так, но положительные эмоции это опять же гормоны. Ведь в нашем организме все завязано на гормонах, которые вырабатываются в первую очередь здесь гипоталамус, гипофиз. И это положительные гормоны, это эндорфины, которые улучшают состояние человека. Кто-то ест много шоколада, ему становится хорошо. Ну, молодец, не молодец, не знаю, потому что все-таки шоколад это тоже. Если ты только съел один шоколад, это да. А вот если к шоколаду потом пойдут еще 3-4 блюда, это уже совсем другое. Я вас в сторону увела. Да, на самом деле, конечно же, положительные эмоции и те гормоны, которые вырабатываются в этот момент, они благотворно влияют на состояние сосудистой стенки, они ее расслабляют, и человек релаксирует в этот момент. Ну, то есть, в общем, даже как один из рецептов избежать стресса, ну, если ничего другого придумать невозможно, то как бы комедию. Посмотрите хороший фильм в хорошей компании, самое главное, и посмейтесь, если ситуация этого, ну, это позволяет. Дмитрий Викторович, вот прям меньше минуты, давайте 3-3, вот прям раз-два-три главных этапа на пути к здоровому сердцу. Никогда не курить, это вообще страшный вред, на самом деле, и не верьте тому, что современные средства доставки табачного дыма, они какой-то имеют меньший отрицательный эффект. Это миф, и есть уже куча всяких доказательств этого. Двигайтесь. Двигайтесь. И третье? Двигайтесь. Третье тоже двигаетесь, второе двигаетесь, и третье двигаетесь. Благодарю вас. Спасибо. Желаем всем нашим зрителям иметь здоровые сердца. Увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова